Вот она, долгожданная театральная ширма для кукольных театров Ставропольского района, сотканная на станках по старинной крестьянской технологии. Коллективное творчество мастеров, ткацких мастерских и серебряных волонтеров Ставропольского района. 25 килограммов черных ненужных вещей не выбросили, а пустили в дело на создание домотканного арт-объекта. Это сборно-разборная ширма, которую мы создали. И она может в каждом поле, на фестивале, в Доме культуры и даже в профессиональном театре. Она у нас живет. Из подобной легкой складной ширмы и ящика с куклами состоял самый популярный на Руси театр Петрушки. А перемещать ширму-трансформер можно в этом необычном чемодане. Отсюда и название проекта, поддержанного грантом Тольятти Азота «Химия добра. Театр в чемодане». Партнер и художественный руководитель проекта Тольяттинский театр «Кукол». Юные художники Тимофеевской школы искусств прессовали персонажей любимых мультфильмов. А профессионалы театра, главный режиссер Янина Дрейлих и художник Яна Плотникова провели конкурс художественных работ. Оценивали вот эти работы детские, провели даже церемонию награждения вручения за лучшие работы. И вот теперь наши зрители маленькие могут видеть такие замечательные рисунки на этом чемодане. Хочу сказать, что все, что делается для детей, это задел на будущее. Это очень важно. По итогам конкурса лучшие работы детей украсили чемодан для гастролей театральной ширмы. Вот так красиво и привлекательно он теперь выглядит. Впечатления были просто нереальные. Они были счастливы от того, что им дали возможность, от того, что они смогут увидеть свой рисунок на печати, потрогать его, показать его другим. Хочу сказать отдельное спасибо публичному акционерному обществу «Тольятти Азот» за то, что оно помогает воплощать вот эти проекты, которые для детей очень важны в наше время. На презентации проекта «Театр в чемодане» дети и взрослые знакомятся с результатами коллективного творчества, погружаются в старинное ремесло ткачества. Тут можно делать все вот такие штучки и ткать, как раньше ткали. Мне очень нравится. А команда проекта уже составляет график гастролей. Та гастрольная деятельность, которая сегодня начинает планироваться здесь в Театре кукол, обязательно проедется по всему Ставропольскому району, и каждый житель Ставропольского района может стать участником этого замечательного проекта «Театр в чемодане». Дом культуры в Хрящевке – один из первых в гастрольном списке. Здесь планируют использовать ширму в качестве рождественского вертепа. Замечательная инициатива. Этот чемодан легко перевести, собрать, а также он очень интересен. Я думаю, и детям, и взрослым. Очень красиво, творчески и необычно. Проект был интересен тем, что он, во-первых, из сельского поселения, и он поощряет инициативу творческую людей, жителей непосредственно села, которые хотят сделать свою жизнь, жизнь своих детей интереснее. И этот проект «Театр в чемодане» – он такой достаточно уникальный и мобильный. Конкурс «Химия добра» проводится с 2019 года. За это время было поддержано 53 проекта на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. А Любовь Воронина вывела формулу «Химия добра». Это идея, в которую поверили. Грантовый конкурс «Тольятти Азот». Идея, воплощенная в жизнь мастерами, партнерами и друзьями. Идея, как молекула заряженных частиц, расширяющая границы творчества. Юлия Шевцова, Александр Туровский. Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова